Друзья, всем привет! Это будет небольшой видео обзор отеля The Garden Beach, который находится в Канаклах. Вот он находится сзади меня. Вот такая вот синенькая арочка, как обычно. Посмотрим территорию, номерной фонд, узнаем в особенности проживания в данном отеле. Вот, с вами я, Сергей Афанасьев, компания Турген-63. Мы являемся онлайн туристическим агентством бронирования туристов из всех городов, вылета во всех странах. Давайте смотреть! Итак, друзья, заходим с вами на территорию отеля, такие вот в сине-белых тонах сделаны фасад здания. Отель достаточно старенький, пользуется до сих пор популярностью среди туристов. Сейчас узнаем о всех особенностях. Итак, друзья, заходим с вами в зону ресепшена. Такой достаточно очень маленький ресепшен. Я бы сказал, прям практически малюсенький. Кстати, друзья, хочу сказать огромное спасибо всем нашим дорогим туристам, кто уже обратился в наше агентство за подбором тура. Спасибо за ваши отзывы, за ваши впечатления о ваших поездках. Честно скажу, ваши отзывы очень сильно помогают новым туристам, а также нас вдохновляют на нашу работу. Кстати, очень легко найти в интернете отзывы о нашей работе. Просто забейте Турген-63 отзывы. Если вам нужна помощь в поиске подбора тура, то заходите в наш сайт Турген-63. Ссылки есть в описании к этому видео. Оставляйте заявку, с вами свяжутся менеджеры и подберут для вас наилучший вариант вашего отдыха с учетом всех ваших пожеланий. Когда мы выходим с вами на территорию отеля, мы видим с вами достаточно такую зелененькую, уютную. Видите, такие коридорчики из зелени. Прогуливать здесь прям хорошо. Территория отеля достаточно очень компактная. Вот так вот мы видим, выглядит фасад здания. И территория очень маленькая. В центре находится бассейн. Отдельно выделены зоны для купания детей. По периметру шезлонги. Шезлонги хорошего качества стоят. Бассейн. Вода в бассейнах не подогревается. Здесь у нас есть ресторан, снэк-ресторан. Можно в течение дня перекусить здесь. В вечернее время работает как коллег-карт-ресторан, соответственно. В бассейне есть бар для напитки. А также есть часы, по которым подают мороженое. В отеле мы видим, есть две буквально небольших горочки. Бассейн. И по периметру стоят шезлонги. Когда идем по направлению к пляжу, то мы видим зону амфитеатра с расставленными стульчиками. Ближе к пляжу у нас есть небольшой детский уголок. То есть детская комната. С такой вот детской площадкой под навесом. В зоне пляжа есть вольбольная площадка с песчаным покрытием. Кстати, друзья, мы расширяем штат сотрудников нашей компании. Если вы мечтаете работать в туризме или когда-то работали в туризме и хотите вновь сюда вернуться, то добро пожаловать в нашу команду. Мы будем рады вас видеть. Мы абсолютно бесплатно вас всему научим. Вы гарантированно будете тратить в два раза меньше времени, но при этом будете зарабатывать гарантированно в два раза больше, чем в любом другом агентстве. Мы ищем менеджера по продажам в туризме онлайн. Если вам интересны данные предложения, то напишите на WhatsApp по номеру телефона, указанному внизу экрана. Еще работу хочу работать у вас. Итак, друзья, мы подошли с вами на пляж. Здесь очень важный момент. Это Конаклы. Многие встречают здесь то, что здесь плохой заход в море. Вот мы видим, видите, с правой стороны, например, плита. Не дай бог на ней заходить, по ней очень скользко заходить. Но здесь вот заход в море. Идет песчаный галечный. Здесь вот спокойно. Плиты там есть, но дальше глубоко. То есть их здесь, скажем, в свое время их просто вырубили. Зона для купания огорожена буйками. Там дальше, с левой стороны, тоже мы видим плиты. То есть вот в этой части, буквально метров, наверное, 50 как минимум, можно спокойно заходить и будет безопасно купание. На пляже шезлонги-зонтики абсолютно бесплатно. Мы видим шезлонги пластиковые и навесы вот такие вот сделаны большие. И в зоне пляжа находится у нас вот такой вот снэк-ресторан, который работает днем как снэк-ресторан. В вечернее время работает три раза в неделю как а-ля карт. А в вечернее время с 11 до часа ночи здесь организуется дискотека. Вот на свежем воздухе. Здесь же снэк-ресторане есть бар с напитками, с алкогольными, прохладительными, чай, кофе и так далее. Друзья, вы меня часто спрашиваете, сколько стоит тот или иной отель. Здесь, к сожалению, нет четкого ответа. Потому что на стоимость тура влияет и город, и вылеты, и количество ночей, состав вашей семьи и так далее. Но есть легкий ответ на данный вопрос. То есть, если вы перейдете по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагина.шо.три, там есть модуль поиска тура со всеми актуальными ценами, с вылетами из всех городов. Опять-таки, если вы не смогли с вами самостоятельно разобраться, то там же можно оставить заявку на подбор тура. С вами свяжутся наши менеджеры, ответить на все интересующие вопросы и подберут для вас наилучший вариант для вашего отдыха. Друзья, касается того, что питание. Здесь питание достаточно разнообразное. Мясо, рыба, курица, все это есть. Индейка, рыба в различных вариациях. Анимация слабенькая, скажем так. И при заходе в море есть камушки. То есть, надо быть, скажем так, откровенно, скажем, внимательным. А в целом, отель хороший с учетом его стоимости. А если номера отремонтируют, вообще будет замечательно. Друзья, то, что касается номерного фонда, опять-таки, показать вам не можем. Потому что, к сожалению, на данном месте номера раскуплены. Вот, номера старенькие. Отель был построен в 98-м году. Последняя реновация была в 2018-м или 2019-м году. То есть, была частичная косметика в номерах. Ну, то есть, следы эксплуатации, они присутствуют. Но, как я говорю, всегда надо рассматривать любой отель в рамках его стоимости. Соответственно, вот, если по сравнению с конкурентом он будет выиграть, то однозначно мы будем его рекомендовать. Вот, ребят, если остались вопросы по данному отелю, вы знаете, надо перейти по ссылке в описании к этому видео. На наш сайт Тургеншат 3 оставляйте заявки. С вами свяжутся наши менеджеры. Ответят на все интересующие вас вопросы. И подберут для вас наилучший вариант для вашего отдыха. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Пока-пока.